После активной тренировки вам обязательно нужно посвятить время заминке. Что это такое? Заминка будет отличаться в зависимости от уровня спортсмена, уровня того кто лазил. Если же вы начинающий спортсмен, начинающий скалолаз, то ваша заминка будет состоять обязательно из общефизических упражнений. Общефизическая подготовка будет включать в себя стандартные упражнения, такие как подтягивания, отжимания, нагрузка на пресс, на спину, на ноги. Этому вам придется посвятить достаточно большое количество времени. У более подготовленных спортсменов в дополнение к общей физической подготовке будет также применяться и специальная физическая подготовка. Это особые упражнения на развитие силы хвата, пальцев и так далее. В целом в конце вашей заминки, будь то общая физическая нагрузка или специальная физическая нагрузка, обязательно необходимо сделать растяжку, чтобы восстановить ваши мышцы. Тогда ваш прогресс будет выстраиваться гораздо быстрее. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Как мы и говорили, специальная физическая подготовка будет полезна для людей, которые уже не совсем новички в скалолазании, а имеют более продвинутый уровень и хотя бы какой-то минимальный полгода стаж. Специальная физическая подготовка в основном будет направлена на прокачивание силы хвата, силы пальцев. Для этого существует огромное количество различных инструментов. Это упражнения на зацепах определенной конфигурации или упражнения на фингербордах, кампусборде, мунборде. Фингерборд это небольшая доска, которая имеет определенное количество различных полочек или отверстий той или иной ширины, для того чтобы можно было делать упражнения на пальцы. Фингерборды сейчас очень распространены, их огромное количество вариантов. Вы будете подбирать всегда тот, который комфортен для вас. На начальном уровне подготовки конечно посоветуем вам фингерборд с наиболее большими полочками, удобный хват и дальше уже постепенно этот хват будет усложняться, полочки будут становиться все меньше, а хват будет более активным или же наоборот пассивным. Фингерборды могут быть керамическими, могут быть деревянными. В принципе здесь каждый выбирает то, что ему больше нравится. Кампусборд это определенные деревянные щиты, которые располагаются под определенным углом. На них прикручены планки также различного размера. Большие, средние и очень маленькие для разного хвата. Соответственно маленькие планки это самый активный хват. На таких планках советуем работать уже более подготовленным спортсменам. Кампусборд позволяет проделать различные упражнения, в том числе и на пальцы и в целом на руки, на корпус. В том числе отработать необходимую взрывную силу, которая особенно требуется в болдеринге. Мунборд это небольшой участок скалолазной стены, расположенный под определенным углом. Это нависающая часть стены, отрицательный рельеф. На нем также накручены определенным образом зацепки и можно лазить некие маршруты различной сложности. Маршруты эти достаточно тяжелые, поскольку сам по себе хват должен быть мощный. Это уже для подготовленных скалолазов. Маршруты или трассы на мундборде всегда одинаковые. Поэтому вы можете выбрать себе по гайдбуку определенную трассу и попробовать ее на любом скалодроме, где есть мундборд. Это только одни из вариантов упражнений специальной физической подготовки. Вы можете всегда придумать что-то свое, новое. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Завершающим элементом вашей заминки обязательно должна стать растяжка. Она позволит вам восстановиться как можно быстрее, избежать травм и, кроме того, позволит избежать боли в мышцах. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Держите себя в руках, не злоупотребляйте и не забывайте делать заминку.